Девушки отдыхают В России Виталий Мутко взял на себя ответственность за отстранение российской паралимпийской сборной от игр в Рио. Репортаж от TVI из Москвы. Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Расширять черный список Брюсселя не стал. НАТО поможет. Североатлантический альянс активизировал военное сотрудничество с Грузией. Турция усиливает присутствие в Сирии. Москва недовольна. Американская пресса предупреждает о расколе среди членов антиигиловской коалиции. Прямо сейчас подробнее об этих и других темах. Ответственность за дисквалификацию российской паралимпийской сборной взял на себя министр спорта Виталий Мутко. Виноват, впрочем, и Паралимпийский комитет России, заявил министр на церемонии открытия альтернативных внутри российских игр для спортсменов. Напомню, идею таких соревнований выдвинул Владимир Путин после того, как стало известно, что паралимпийцы не смогут принять участие в Бразильской Олимпиаде. Тему продолжит Николай Старобахин. Эта церемония открытия оставила у зрителей противоречивые чувства. Со сцены говорили про праздник, а в зале добавляли со слезами на глазах. Теплые слова и громкие аплодисменты. Приятные, но лишь утешение для тех, кто ждал большего. За громоздким названием всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу паралимпиады, скрывается суть. Турнир для отстраненных. Гимн и флаг, песни и пляски. Интересно, но все равно, это не Рио-де-Жанейро. И даже прививка патриотизма не поможет. Для Алексея это была бы первая летняя паралимпиада. В беге на инвалидных колясках он планировал выступить в пяти личных дистанциях и в эстафете. Претендент на медали, как и все партнеры по команде, остался ни с чем. Признается, в утешительных стартах поначалу участвовать не хотел. А теперь готов. Лучше, чем ничего. Уже какая-то мотивация появилась, что надо показать сверхрезультат какой-то. Быстрый результат, чтобы и обыграть ребят, которые будут бежать в Рио. Хоть это и неправильно все, потому что разные стадионы, разные погодные условия, все такое прочее. Это не честно, но все равно сделаем все, что можем. Страна постепенно свыклась с мыслью. Эта паралимпиада пройдет без нас. Спортсменов-инвалидов сейчас и жалеют, и утешают. На российском телевидении несколько недель крутят вот такие ролики. Их смысл. Мы не станем хуже без паралимпийских игр. А они без нас станут. Спортивных чиновников упрекают в том, что они не отстояли паралимпийцев ни в Международном комитете, ни в арбитражном суде. А они в ответ повторяют. Еще за полторы недели до вердикта их уверяли. Тот самый доклад Макларена об антидопинговых нарушениях к паралимпийскому спорту не относится и атлетов не затронет. А значит, решение об отстранении как минимум политическое, как максимум еще и заказное. И только потому, что мы шли быстро и уверенно вперед, после этого возникла зависть, возникли обвинения, возникли несправедливые решения. Но мы их преодолели. Бог судья тем, кто 10 дней тому назад говорил о том, что у нас все хорошо, а через 10 дней не пустил нас на игры. Министр спорта Виталий Мутко сегодня все-таки признал, чувствует и свою вину за то, что спортсмены остались без игр. С другой стороны, победители внутрироссийских соревнований будут поощрять деньгами, сопоставимыми с премией за олимпийские медали. Хотя во многих видах спорта эти соревнования формальность. С кем, например, состязаться с сборной по волейболу? Как понять, выиграл бы паралимпиаду тот или иной дзюдейст или фехтовальщик или нет? Ребята готовились, они находятся на пике формы, им хочется реализовать свой потенциал, это с одной стороны. С другой стороны, знаете, ведь они должны для себя, для своего тренера, для своих родных, близких, для многих людей показать, вообще на каком уровне они находятся. Мы должны их поддержать, они должны показать свое мастерство. Соревнования для отстраненных паралимпийцев получатся, может, и не слишком масштабными, но освещаться в России будут широко. Национальный спортивный телеканал уже заявил, что покажет их в прямом эфире. А вот настоящую паралимпиаду в Рио российское телевидение транслировать не собирается из принципа. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва. Я напомню, что российская паралимпийская сборная не поедет не только в Рио, она также не примет участие в зимней Олимпиаде, которая через два года состоится в Южной Корее. Еще об ограничениях, но не касающихся спорта, а касающихся политики, Евросоюз продлил еще на полгода действия санкций против российских компаний и граждан, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. Впрочем, расширять черный список Евросоюз не стал. Там по-прежнему находятся 150 граждан и 37 юридических лиц. Помимо россиян, в черном списке также лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкции против так называемых ДНР и ЛНР должны были истечь 15 сентября. Напомню, запретительные меры начали действовать в марте 2014 на фоне украинского кризиса и аннексии Крыма России. Помимо персональных ограничений были введены и экономические санкции против страны. Срок действий этого пакета истекает в январе будущего года. На этом фоне Северокавказский окружной военный суд вынес приговор четверым крымским татарам, которых обвиняли в связи с организацией Хизбут-Тахрир. В России она признана террористической. Слушания проходили в Ростове-на-Дону. По версии следствия, члены группировки действовали на территории аннексированного Крыма. Подсудимых задержали 12 мая в Бахчисарае после проведения обысков в их домах. Наибольший срок – 7 лет колонии общего режима – получил Руслан Зитулаев, которого прокуратура считает лидером ячейки. Остальные трое – Ферат Сайфулаев, Рустем Ваитов и Нуре Примов – получили по 5 лет. Сами подсудимые, впрочем, свою вину не признают. В знак протеста они выслушали вердикт суда с заклеенными скотчем ртами. Адвокат осужденных при этом заявил, что доказательств вины крымчан в суде представлено не было. Я, конечно, не удовлетворен приговором. Я буду исходить из позиции моего подзащитного. Скорее всего, мы будем обжаловать и дальше, потому что мы просили оправдания, оправдательного приговора. Мы считаем, что абсолютно не было доказано никакой вины ни моего подзащитного, ни остальных троих обвиняемых. Осторожное предвижение НАТО на восток. В Тбилиси сегодня состоялось заседание Совета Грузия-НАТО. И генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Брюссель поддерживает Южно-Кавказское государство в его стремлении вступить в военно-политический блок. Напомню, разговоры об этом идут уже почти 10 лет, неизменно вызывая раздражение Москвы. Однако план действий по членству в НАТО Тбилиси пока так и не получил. Выросли ли шансы теперь? Об этом из Грузии передает наш собственный корреспондент Март Ардашели. Североатлантический десант высадился в грузинской столице. Делегация во главе с генсеком и представителями 28 стран-членов НАТО проводит интенсивные переговоры с партнерами в Тбилиси. Грузия бьет рекорды по количеству проведенных здесь заседаний Совета НАТО, основного политического органа военного блока. Этот визит уже четвертый по счету. И здесь на него возлагают большие надежды. И вот первый итог. Брюссель меняет свой подход в отношении Тбилиси. До сих пор южнокавказское государство с населением 3,5 миллиона человек была самой крупной участницей международных миротворческих операций среди стран, не входящих в Альянс. Вносила свой вклад в обеспечение мира в Косове, Ираке. Грузинские военнослужащие до сих пор расквартированы в Афганистане. Судя по всему, руководство НАТО решило, наконец, платить по счетам. Альянс обеспечит укрепление обороноспособности самой Грузии. Мы утвердили дополнительные меры для того, чтобы углубить механизмы нашего и без того активного сотрудничества. Как у страны-аспирантов, в Грузии есть все инструменты для того, чтобы подготовиться к членству в НАТО. А НАТО будет поддерживать Грузию на этом пути. Вступление в НАТО является выбором грузинского народа. И правительство делает все для осуществления этой цели. В нашем регионе, в европейской зоне, сложилось довольно сложное положение с точки зрения безопасности. Требуются новые подходы. На НАТО, как на самый успешный альянс, возлагаются особые функции. Наше военное сотрудничество развивается динамично, и альянс активно участвует в развитии оборонных возможностей Грузии. Развитие демократических институтов также остается важным критерием для сближения с альянсом. Лидеры НАТО надеются, что предстоящие в Грузии парламентские выборы будут свободными и честными. НАТО дает понять Грузии, что все обещания остаются в силе. Это послание звучит как нельзя кстати для страны, которая через месяц изберет новый парламент. Страны, в которой влияние российской мягкой силы растет на глазах, несмотря на оккупацию территорий и превращение их в военные базы Москвы. Североатлантический альянс не спешит называть сроки о вступлении в самый мощный военный блок планеты, но при этом уверенно укрепляет обороноспособность грузинской армии, а теперь еще и пытается помочь Пелисе отразить информационный натиск Кремля. За это отвечает новый информационный центр НАТО и ЕС. На его открытии заместитель генсека Александр Вершбу шутливо отметил, что каждый таксист в грузинском Батуме прекрасно знает о решении бухарестского саммита НАТО. Однажды Грузия станет членом альянса. Эти слова грузины слышат вот уже 8 лет. И если серьезно, то их совсем недостаточно. Россия атакует по всем фронтам. С другой стороны, нужно трезво смотреть на ситуацию, говорит директор института Маккейна. Курт Уокер считает, что Грузии не стоит во всем полагаться только на западных партнеров. На данном этапе Грузия не является членом НАТО, поэтому было бы ошибкой полагать, что усилия альянса по ее защите провалились. Скажем так, защищать Грузию от России не входит в обязанности НАТО. Существует обоюдное желание Тбилиси и Брюсселя сделать сотрудничество еще более тесным. Есть ожидание, что Грузия достигнет еще большего прогресса на пути проведения реформ. А визиты, подобные этому, помогут НАТО еще лучше узнать Грузию. Грузия должна стать членом альянса однажды. Пока же не стоит возлагать на западных партнеров чрезмерных надежд. Завтра представители 28 стран-членов альянса обсудят новый формат военного сотрудничества с Грузией. Все эти разговоры, конечно же, не нравятся Москве, которая последовательно выступает против приближения НАТО к границам России. Впрочем, в альянсе заявляют, что не ищут конфронтации с Кремлем. Да и самой Грузии не советуют. Марта Ардашели от Тбилиси. Специально для РТВАИ. Это новости на РТВАИ и далее в нашем эфире. Новые обвинения против Трампа теперь республиканского кандидата заподозрили в оплате переизбрания генпрокурора Флориды. Прогнило ли все в датском королевстве? Копенгаген купит часть Панамского архива для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Все это буквально через минуту. На РТВАИ никуда не уходить. Это новости на РТВАИ. Меня зовут Тихон Зитко и мы продолжаем наш выпуск. Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп, оказался в центре нового скандала. Бизнесмен, а в последний год еще и политик, обвиняют в том, что в 2013 году он пожертвовал 25 тысяч долларов в группе, поддерживающей переизбрание генпрокурора Флориды, Пэм Бонди. По данным Associated Press, чек на 25 тысяч был получен сторонниками Бонди спустя всего несколько дней после того, как генпрокурор заявил в интервью, что обдумывает приступать ли к рассмотрению дела о предполагаемых аферах в так называемых университете Трампа и институте Трампа. Эти учреждения в период между 2005 и 2010 годами предлагали обучающие семинары на тему покупки, продажи и аренды недвижимости. Слушатели этих семинаров впоследствии обвинили Трампа в мошенничестве, назвав чрезвычайно дорогие программы совершенно бесполезными и, по сути, жульническими. Флорида в итоге не присоединилась к целому ряду штатов, которые судят Трампа по многочисленным статьям, включая мошенничество. Бизнесмен категорически отрицает связь между пожертвованием и решением Пэм Бонди. При этом ранее в ходе нынешней президентской кампании нью-йоркский застройщик жестко критиковал наличие больших денег в американской политике и заявлял, что сам не раз получал услуги от политиков, которых спонсировал в ходе их предвыборных кампаний. Еще о Трампе руководство крупного американского инвестбанка Goldman Sachs запретило своим партнерам спонсировать некоторые избирательные кампании, в частности, предвыборную кампанию нынешнего кандидата-республиканца. Запрет вступил в силу еще 1 сентября. Своё решение в банке объяснили сменой внутренней политики фирмы. Финансовая корпорация отныне планирует предотвращать неумышленные нарушения правила «плата за ресурсы» и таким образом минимизировать репутационные потери. Концепция «плата за ресурсы» или по-английски «pay to play» означает предоставление победившими на выборах политиками услуг тем, кто жертвовал на их предвыборные нужды. Турция расширяет свое присутствие в Сирии. Анкара заявила о готовности вместе с США принять участие в операции по освобождению города Рака, который группировка «Исламское государство» называет своей столицей в Сирии. На саммите «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу турецкий президент Эрдоган дважды встречался со своим американским коллегой Бараком Обамой. Как раз обсуждал Сирию. Обама хочет сделать что-то с Ракой вместе с нами. Мы ответили ему, что для нас это не проблема, сказал Эрдоган. В Москве, недовольной активностью Турции в Сирии, российский МИД в специальном заявлении сегодня выразил обеспокоенность тем, что турецкие войска продвигаются вглубь страны. Тем самым, цитируя, ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирии на Сирийской Арабской Республике. Очевидно, что речь об этом пойдет на встречу глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри. Она состоится в Женеве завтра. Но тем временем представители Высокого комитета по переговорам, который объединяет многие политические и вооруженные группы сирийской оппозиции, выступил со своим планом действий по прекращению войны в Сирии. Он предполагает перемирие, уход президента Башара Асада со своего поста через шесть месяцев и создание правительства национального единства, которое займется организацией выборов. При этом оппозиционеры говорят, что любые иные предложения Москвы или Вашингтона они отвергнут. В свою очередь представители сирийского правительства говорят, что никуда уходить Башара Асад не собирается. Похоже, в сирийском регулировании очередной тупик. На этом фоне газета Washington Post тем отмечает, что отношения между союзниками по антиигиловской коалиции складываются далеко не лучшим образом. Издание называет как минимум 10 потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть после поражения исламского государства. В частности, к полномасштабной войне с Турцией может привести появление курдской автономии на северо-востоке Сирии. Возможен также вооруженный конфликт между Анкарой и официальным Дамаском. Более того, Washington Post подчеркивает, что до сих пор нельзя исключить прямого столкновения между сирийской армией и США, которые вот уже пять лет призывают к уходу Башара Асада с поста президента и поддерживают ряд оппозиционных сирийских групп. Из-за раскола среди противников ИГИЛ уже задерживается масштабное наступление на сирийскую Раку и иракский Масул, который находится в руках террористов, отмечает издание. Из-за военного конфликта в регионе в Европе оказались миллионы беженцев, как известно. И вот теперь стало известно, что правительство в Великобритании выделят 2,5 миллиона долларов на строительство бетонной стены для защиты от нелегальных мигрантов, сообщает Guardian. Речь идет о французском портовом городе Кале, откуда беженцы на паромах прибывают в Соединенное Королевство. Стена, впрочем, будет небольшой, не такой большой, как Трамп обещает построить на границе с Мексикой. Километр в длину и 4 метра в высоту строительство планируется закончить до конца года. Затем, что происходит у стены, будут наблюдать беспилотники. По данным издания, на другие меры по борьбе с нелегальными мигрантами британские власти собираются потратить 23 миллиона долларов. Однако, пока неизвестно, на что именно пойдут эти деньги. Правительству Дании предложили купить панамское досье на своих собственных граждан. Речь идет о 600 документах. Глава Минфина Дании Карстен Лауритсон рассказал, что предложение о покупке части архива панамской юридической фирмы Мосакфонсека пришло анонимно. Правительство, по его словам, купит эту, цитата, полезную информацию, чтобы бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Цена сделки более миллиона долларов. Напомню о существовании панамского архива. Стало известно в апреле этого года. Он представляет собой данные о сотнях тысяч международных компаний, зарегистрированных в офшорах. В документах фигурируют политические деятели и миллиардеры. Почти 12 тысяч компаний в базе связаны с Российской Федерацией. Еще Российской Федерации Роспотребнадзор предупреждает россиян о возросшем риске заражения вирусом ЗИКа. По данным ведомства, в стране зарегистрирован девятый пациент, заболевший прибыл из Доминиканской республики. Россиянам рекомендовано не посещать страны, находящиеся в группе риска. Сегодня же власти Китая приняли решение проверить состояние здоровья приезжающих из зоны распространения вируса ЗИКа. Пока это добровольная мера. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий микроцефалию у новорожденных, зафиксирован уже в 62 странах. За последние полгода заболели полтора миллиона человек. Большинство жителей Бразилии. Вирус распространился также на Филиппины, Сингапур и Малайзию. Там сегодня сообщили о первом случае заражения беременной женщины. В США, где зарегистрировано 2700 случаев на борьбу с вирусом, планируется выделить более миллиарда долларов. Правда, соответствующий законопроект в июне этого года был отклонен сенаторами от республиканской партии. Законодатели, которые вернулись с летних каникул, пообещали возобновить дискуссию по этому вопросу в ближайшее время. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я, Тихон Зитков, прощаюсь с вами. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на RTVI в 7 вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире особое мнение.